Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от Ай до Зет. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Ронни Вейн. Этот музыкант известен как басист Small Faces и Faces, но он участвовал и в других проектах, а также пытался делать сольную карьеру, пока его не подкосила болезнь. Рональд Фредерик Вейн родился в Квасту 1 апреля 1946 года. Его первым инструментом была шестиструнная гитара, а его первый ансамбль, который он создал на пару с барабанщиком Кенни Джонсом, назывался The Outcasts. Когда Ронни решил переключиться на бас и направился за его покупкой в музыкальный магазин, то встретил там Стива Мэриота. Парни быстро нашли общий язык, и в конечном итоге их знакомство привело к появлению группы Small Faces. Команда стала одним из лидеров модовского движения, причем многие из ее хитов были созданы при непосредственном участии Вейна. Тем не менее, определенные проблемы в коллективе имелись, и после ухода Мэриота ансамбль оказался на грани распада. Впрочем, оставшиеся музыканты все же нашли выход из положения, и, скооперировавшись с Родом Стюартом, продолжили деятельность под маркой Faces. В обновленной команде Ронни по-прежнему активно участвовал в творческом процессе, и помимо других вещей приложил руку к созданию таких хитов, как У-Ла-Ла, Хэдми Эрил, Гуд Тайм и Дебри. Кроме того, он изредка исполнял и партии лидер вокала, однако со временем рок-н-ролльная жизнь музыканта притомила, да и поведение всеотдаляющегося Стюарта ему не нравилось, и в конце концов Вейн ушел из Faces. Сменив огни большого города на деревенские пейзажи, Ронни осел где-то на ферме в Уэльсе и собрал вокруг себя подобие музыкальной коммуны. Вейн и его партнеры жили в сараях и палатках и периодически устраивали в местном паве сессии, которые могли растягиваться на несколько часов и даже дней. Четкого состава у этой организации не имелось, но и ее гостями были многие известные личности, например, Иэн Стюарт, Пит Таунзенд и Эрик Клэптон. Ронни пригнал на новое место дислокации свою мобильную студию, поэтому музыканты могли не только играть вживую, но и записываться. Кстати, сам Вейн управлялся не только с басом, но и с лидер-гитарой, а большинство инструментов в его команде было акустическими. В 1973-м его проект получил название Slim Chance, и при содействии этой группы Ронни записал сольник Anymore for Anymore. Данная работа заметно отличалась от творений Small Faces и Faces, и по стилистике находилась между фолк и кантри-роком. Предшествующий альбому сингл How Come вплотную подобрался к горячей десятке, в то время как сам лонгплей протиснулся в топ-50. Успех Anymore for Anymore подвиг Вейна провести турне The Passing Show, проходившее в духе цирка Шапито. Сама по себе идея была интересной, но ее несерьезная организация и плохой промоушен привели к финансовому провалу. Гастроли пришлось прервать, и Ронни со своим окружением вернулся на ферму, где продолжил эксперименты в звукозаписи. Если на первом альбоме превалировал оригинальный материал, то на Ронни Лэйн с Slim Chance более половины составили каверы, и тем самым музыкант и его команда слегка отдалились от раннего кантри-фолк-рока. К сожалению, ни эта пластинка, ни диск One for the Road, для которого Ронни сочинил практически все вещи сам, не имели успеха, и Лэйн притормозил сольные попытки. В 1976 он скооперировался с Питом Таунзентом для записи альбома Rough Mix, причем по ходу сессий у музыканта диагностировали рассеянный склероз. Болезнь серьезно осложнила жизнь Ронни, но все же в 1979 он выпустил еще один сольник, в создании которого ему помогли коллеги по Slim Chance и Эрик Клэптон. В начале 80-х Лэйн из-за более благоприятного климата переехал в Техас, где потихоньку продолжал заниматься творчеством. В 1990 ему даже удалось провести японские гастроли, но состояние здоровья продолжало ухудшаться, и в 1992 Ронни последний раз поднялся на сцену. Музыкант скончался 4 июня 1997 года. Интересный факт. В бытность Small Faces Ронни имел кличку Плонг, что можно перевести как дешевое вино или попросту Барматуха. Позже в Faces у него появилось другое прозвище – Three Piece, то есть что-то типа трехкомпонентный или тройка.